Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дом, в котором живет Бог». Это значит, что мы продолжаем наше удивительное путешествие в мир богослужения Православной Церкви. Во время прошлой нашей встречи мы говорили с вами о том, что такое тропарь на Бог Господь. Надеюсь, все вам было понятно. Но могут среди вас быть и те, кто не смотрел нашу прошлую программу. Для них я готов кратко повторить, о чем мы говорили. Тропарь на Бог Господь назван так, потому что поется сразу после песнопения Бог Господь. Как и другие тропари, исполняемые на богослужении, он кратко, сжато рассказывает нам, чему посвящен этот церковный день. Но есть отличие тропаря на Бог Господь от прочих тропарей. Он поется, повторяется два, а иногда три раза подряд. Зачем это нужно? А вот зачем. Тропарь на Бог Господь – это как бы продолжение самого песнопения Бог Господь. А песнопение это очень радостное. Оно рассказывает нам, как в наш мир пришел Бог и спас нас. И вот, чтобы эту радость поддержать, чтобы она не угасла, тропарь на Бог Господь и поется несколько раз. Поется торжественно и очень радостно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ Ну вот, немного повторили, продолжаем двигаться дальше. Итак, закончилось пение Тропаряна «Бог Господь». И настроение службы меняется. Оно становится более спокойным, тихим, потому что начинается чтение кофизм. О кофизме мы с вами говорили, когда разбирали богослужение под названием «Вечерня». Было это уже достаточно давно, поэтому, наверное, есть смысл напомнить вам, что же такое кофизма. Кофизма – это группа псалмов, которая используется на богослужении. Всего есть 150 псалмов, и они разбиты на 20 примерно равных кофизм. В течение недели на богослужениях прочитывается вся псалтирь. Кофизма дает нам возможность на службе отдохнуть. Дело в том, что по церковному распорядку, а он называется устав, во время чтения кофизма можно сидеть. Слово кофизма по-гречески означает «сидение». Итак, давайте запомним. Кофизма – это группа псалмов, используемая на службе. Кофизм всего 20. Во время чтения кофизмы можно сидеть. На утренние по уставу следует читать две, а в зимний период – три кофизмы. После их окончания священник или диакон возглашает малую ектенью. Вы, конечно, помните, что такое ектенья. Ектенья – это особый набор прошений, которые произносятся от лица всех молящихся. После каждого прошения хор поет «Господи, помилуй» или «Подай Господи». Есть несколько видов ектений. Малая – самая маленькая из них. И вот как она выглядит. «Поки, поки, миром Господу помолимся!» «Господи, помилуй!» «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божией Твоей благодатью!» «Господи, помилуй!» «Пре святую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим!» «Тебе, Господи!» «Якну Твоя держава и Твоей царству и силы, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресны во веки веку!» «Аминь!» И вот, по окончании Малой Ектеньи, наступает время следующей, наиболее торжественной части утренни. Называется эта часть «Полилий». «Полилий» совершается не всегда, а только по особым случаям. Накануне двунадесятых праздников, или когда мы празднуем память Великого Святого. А еще «Полилий» служится всегда накануне Воскресенья, то есть в субботу вечером. Запомним, друзья, «Полилий» совершает только в особо праздничные дни. Слово «Полилий» греческое. На русский язык оно переводится так – «многое милость». Вы спросите, а что это за «многое милость»? «Полилий» назван так по одному из стихов, которые во время него многократно поют. «Исповедайтеся Господеве, яко благ, яко век милость его». В переводе «Веруйте в Господа, ведь он благ, и милость его вечно». Давайте посмотрим, что происходит в храме во время Полилии. Итак, по окончании Малой Ектини царские врата открываются. В храме зажигаются все свечи, светильники, и хор торжественно запевает такие слова. «Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, аллилуйя! Благословен Господь Отсиона, живые в Иерусалиме, аллилуйя! «Исповедайтеся Господеве, яко век милость его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко век милость его, аллилуйя!» Благословен Господь Отсиона, живые в Иерусалиме, «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Слова, которые пропевает хор, непростые. Они взяты из псалмов 134 и 135. Эти два псалма очень торжественные. Они говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Я бы хотел остановить ваше внимание вот на каких словах, которые поются во время Палиэлея. «Благословен Господь Отсиона, живые в Иерусалиме». Написаны эти слова были во времена Ветхого Завета. Тогда в Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где служили Богу, находился в центре Древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится, «Благословен Господь Отсиона, живые, то есть живущие в Иерусалиме». Эти слова говорят нам о том, что как в древние времена Господь прославлялся в Иерусалимском храме, так и мы должны славить Бога в наших храмах с молитвой и надеждой. А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает по-еврейски «хвалите Бога». Итак, пение хора в начале Палиэлея призывает нас постоянно славить Бога. Мы видели в нашем видеофрагменте, что во время пения через открытые царские врата в храм выходит священник. Он встает в центре храма, перед иконой на аналоге, берет в левую руку свечу, а в правую – кадилу. И свеча, и кадила понадобятся священнику в следующей части Палиэлея. Но о ней мы поговорим в следующий раз. Время нашей сегодняшней программы истекает. Не пропустите нашу следующую встречу. Как всегда, ваши вопросы присылайте к нам на сайт. Его адрес www.radostemoya.ru До скорой встречи, друзья, и храни вас Бог! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова